Его историю не выдаст ни одна энциклопедия. Нам удалось узнать все подробности жизни секретного острова, окруженного сосновым лесом. Впервые о нем заговорили в 17 веке. Царь вдруг сказал, да есть у нас остров Городомли, и он ничей. И надо, чтобы каждой пять земли была, вы знаете, вот, ну, под надзором. Лыков Аболенский был первым посетителем этого острова. И он, когда увидел вот эту природу, он сказал, боже мой, да первое надо все-таки сюда художников отправить. На Городомлю приехал Иван Шишкин. Прогулки по лесу острова вдохновили его. И он написал две свои самые известные картины. «Утро в сосновом бару» и «Корабельная роща». И как превратить этот лес в деревню, тогдашний хозяин, боярин Лыков, не знал. Он сделал проще. Подарил его монастырю, Ниловой пустыне. После революции 17-го года монахов с острова выгнали. В то время власть озаботилась сельским хозяйством. На бесхозной земле открыли ящерный институт. Там создавали вакцины против различных опасных болезней. Сибирская язва, холера, оспа, вот эти все, понимаете. Но самое главное, то, что пенициллин, оказывается, первые разработки, они были сделаны здесь. Ну и за 41-м году началась, когда война, воинскую часть эвакуировали. Сталин боялся, что разработки попадут к врагам и подписал приказ – все погрузить на пароходы и вывезти с острова. Пароходы только дошли у нас здесь до Крапивенки. И больше это самое неизвестно, взорвали их или нет. Настоящие секретные работы начались здесь после войны. В 1946-м на острове появились немцы. Главным конструктором здесь был выдающийся ученый ракетной техники – это Гретруб. Он хорошо поставил здесь, скажем, производство. Гельмут Гретруб – известный немецкий инженер-ракетчик. Разрабатывал систему управления для баллистических ракет. На острове Городомля он и ведущие немецкие ученые создавали и испытывали ракеты для советской оборонки и космонавтики. Каждую неделю к ним приезжал конструктор Сергей Королев. Испытывал здесь топливо. Он именно искал, какое топливо нужно для нашей ракеты, чтобы она могла преодолеть вот это вот тяготение, понимаете как. И, конечно, рев вот этих вот, скажем, моторов пугало это очень. Почему? Потому что недавно была война. Со временем закрытое предприятие стало заводом «Звезда». Его специалисты собирали и собирают гироскопы. Проверяют их. Подключаем прибор, выставляем ему определенную температуру, которая задается. После выставки температуры проводится включение всех систем его. То есть подключается у нас датчик угла, датчик момента включается. И, естественно, включается гиромотор. Это, пожалуй, самый важный момент работы. Здесь отрабатываются гироскопы, приборы высокой точности. От них зависит, куда отправятся ракеты и насколько точно она долетит. Трудно представить. Малейшая ошибка одного человека может отразиться на всей космонавтике. Вообще страшно. Ответственность большая. Понимали, что мы работаем с приборами, потом наши приборы идут на космос. Ореол тайны и гриф секретности с годами стирается и с острова, и с его жителей. Однако они по-прежнему хранят молчание. О секретах городом ли и своей работе. Традиция. Меньше слов, больше дела. Вот и работают так, чтобы наши ракеты уходили как можно выше и дальше. Продолжение следует...